В минувшее воскресенье в Красногорске произошло долгожданное событие для всей Московской области. В Доме правительства состоялось торжественное награждение лауреатов губернаторской премии «Наша Подмосковья». О том, как прошел этот день для делегации из Ленинского района, в репортаже Юлия Пагасян. Ежегодная премия губернатора Московской области «Наша Подмосковья» была учреждена 27 марта 2013 года постановлением Андрея Воробьева. В год основания лауреатами стали более 2000 жителей Подмосковья. Награды присуждаются за уже реализованные и реализуемые социально значимые проекты в 10 номинациях. Разнообразие номинаций позволяет охватить все стороны нашей жизнедеятельности. В этом году количество участников превысило 13 тысяч. Лауреатами стали более 1200 человек. Этот особенный день еще и приятен тем, что он объединил вокруг тысячи добрых дел. Людей, которые живут в самых разных уголках Подмосковья, которые не знают друг друга, никогда не видели. Но то неравнодушие, те поступки, те дела, которые делаете вы, которые делают те, кто принимал участие в конкурсе, да и многие не принимали, делает нас одной большой сплоченной нацией. С каждым разом премия набирает все большую популярность. Оно и неудивительно. Наше Подмосковье дает возможность талантливым творческим жителям области проявлять себя. Премия дарит обществу массу новых, интересных проектов, которые помогают в решении актуальных проблем Московской области. Кроме того, она позволяет формировать централизованную сеть гражданских активистов на территории региона. В Московской области появляется еще такой институт народовласти, как общественный контроль. Это направление, наверное, одно из самых активно развивающихся. И очень приятно, что такие институты существуют и в нашем Ленинском районе. Ленинский район в этом году стал одним из лидирующих по числу поданных заявок. 451 проект – это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Победителями стали 43 проекта. Наибольшее число призеров – номинации «Общественная организация». Такие, как «Общество ветеранов и инвалидов», «Федерация художников Подмосковья», «Видновские казаки», «Народная дружина» – «Всех и не перечесть». То, что представлено было на номинации, это, собственно говоря, обобщение нашей работы за долгие годы. И я очень рада, что мы взяли премию в Украине, в Московской области. И я уже советовала с членами нашего управления, на что потратить эту премию. У нас есть задумки, на что потратить эту премию, чтобы пенсионеров в нашем районе при содействии соцзащиты и при поддержке Центра Вера жилось еще лучше. В этом году призовой фонд составил 180 миллионов рублей. Эти средства позволяют победителям дальше развивать свои проекты. Евгений Ергунин победил с проектом «Ради жизни», который направлен на поддержание чистоты в лесопарковых зонах города Видное. И полученные деньги он планирует потратить на благо общества. Данная премия нам поможет купить инвентарь. То есть надо попелить весь этот распил и его убрать оттуда. Но у меня есть идея, что делать с этим распилом, как его оставить в этом лесопарке, но так, чтобы он пользу приносил. Несомненно, идей и секретов у жителей Московской области хватит еще не на один десяток премий нашей Подмосковья. Ведь в регионе проживает масса активных людей, с помощью которых область будет развиваться и идти дальше. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ.